Раньше горячая вода в школе была исключительно зимой, а теперь ею смогут пользоваться круглый год. Это стало возможно благодаря реконструкции котельной. Через него выскочим здесь, две свечи собираются вот здесь, в кучу. В прежние годы здесь рабочие собирали уголь в кучу и закидывали его в печь. Теперь труд людей будет не нужен. Все котлы автоматизированы, а в качестве топлива – природный газ. Плюсов много, экологично и экономически выгодно. Затраты на газ в разы меньше, чем на твердое топливо, и в школе всегда будет тепло. Котлы, которые сейчас установлены, установлены на перспективу, так как в 2020 году планируется строительство спортивного зала. Поэтому наши дети будут заниматься в тепле, там предусмотрены тоже душевые кабины, то есть и плюс горячая вода. В котлы встроены датчики, которые контролируют температурный режим. В случае похолодания они автоматически будут увеличивать градус в школьных батареях. А если потеплее, то, соответственно, его понижать или вовсе отключаться. Всего в Адлинском тепловом районе 16 котельный. 15 котельный уже готовы к отопительным сезонам. Эта котельная сейчас доделывается. Сейчас идет обвязка котельной тепломеханическим оборудованием. Проводится газопровод к котлам. Я думаю, что до конца следующей недели мы закончим монтажные работы. Запустят котельную как раз к началу отопительного сезона. Кстати, в Адлерском районе к нему уже подготовились. Были заменены все ветхие тепловые сети. В общей сложности больше километра. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.